Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Лиса в Америке, с вами Алиса и кто? И Сашенька! Мы сейчас едем в магазин Костка, приглашаю вас поехать вместе с нами. Сразу хочу сказать, не пугайтесь, друзья, это у меня аллергия, и это уже почти сошло. У меня были ужасные круги, такие красные, с коркой под глазами. В общем, я вся измучилась, устала, правда, от этой аллергии, скорее бы она уже прошла. В общем, не будем о грустном, поехали вместе с нами. Ну что, мы в Костка. Что я здесь вижу у входа, это пробиотики. Давно хотела пропить пробиотик, поэтому 21 доллар по скидке возьму. 20 долларов в порошок. Ой, как его отсюда достать сейчас? Так, бросила эти две коробки на пол, пусть это... Потому что невозможно вообще его взять. Всё, нужна вторая рука. Какой он тяжеленный, этот порошок. Оттуда вообще нереально достать, пусть убирают. Да-да. Пахучки наши возьмём. Ну, подорожали они. Это пахучка, она очень... Да, я всегда поняла, что надо всё брать по скидке. Так вкусно, пахучки. Пакетики. Возьмём, наверное, вот такую упаковку ещё. Таких пакетиков в школу. Удобно. Тоже 11 долларов. 580 пакетиков. Мама. Хорошие шампуни. 24 доллара. Профессиональные. Крема, бритвы. Так, а какую бы взять? Что у нас здесь? Такие здесь одноразовые. Девочки любят розовый цвет. Девочки любят розовый? Брать розовый? Ага. Сколько их здесь штук? 15 штук. Такую, наверное, выберу. Да, Сашка уболтал. Возьмём такие бритвы. Что ты говоришь? Повтори. Ты меня искусил. Да, мне нужны такие. Какая потрясающая палатка. 1900 стоит. Просто бомба. Там вон два колечка. Можно подвешивать свет какой-то. Да? Она ещё у него есть. Такие ещё опции. Это, наверное, докупать можно. И можно сетку. Такую решётку. Всё, да. Нам бы такую в тот дом большой. Ага. Можно было бы купить. А так? Сейчас на нашем бакьярде Сашенька ставить-то негде. Ага. Ну, надо на большой дом, чтобы поставить такую беседу. На большой дом. Вернёмся в большой дом, купим такую большую. Ага. У нас как раз там место есть. И ещё можем целую неделю оставаться в этом домике. Не надо прямо переезжать. Это обычная палатка. Спи, хоть ешь. А, ты предлагаешь в этой палатке потом жить? Да. Да? Хочешь ты, хоть и ешь. А ну, пойдём посмотрим качельку. Качельку? Да. Давай посмотрим, сколько стоит такая качелька. Кстати, похожий зонтик, такой, как у нас. Огромный. На секундочку, 600 долларов стоит. У нас очень похожий зонтик в том доме. Мы, кстати, оставили его для тех жителей. Вот, 500 баксов. Саша, представляешь? Да. Ещё и по скидке. Ага, нам и такое купить. Смотрите, что я увидела. Такая горка для детей. Видишь, Саша? Да, огромная. Суперовая вообще. Её не достать. Она просто огромная. Ага. Туда просто... Там композиции цветочные, красивые. Туда просто надо налить воды, и всё. Вот кустик рос. 17 долларов. Красота какая. А вот японский клён. Такое дерево. Оно вроде пушистое, но невысокое. 170 долларов стоит деревце-то. А это вот подвесные горшки. Симпатичные такие. Наверное, доллара 18, да? За них хотят, нет? Не вижу цену. А это рассада. Перцы. Халапиньо. Помидорчики рассада. Сколько, кстати, хотят? 4 штуки. 16 долларов. По 4 доллара, да? Базилик. Интересно, можно их как-то перемешать? Трое помидорок и огурчик. Здесь базилик и перцы зелёные. Ты, наверное, кто-то перемешал, нет? Не знаю. Ну, помидорки такие маленькие, хочу сказать. Да, Сашенька? А вот. По 27 долларов такие корзинки. Их можно ещё подвешивать. Да, их можно подвешивать. Ой, там рай для детей. Так, ну а мы, Сашенька, мы пойдём сразу в еду. Потому что у нас времени немного. Сейчас пойдём вкусняшки набирать, да? Ага. Значит, идём за фаршем. Нам нужен фарш. В общем, у меня план сделать пельмешки. 20 долларов стоит такой фарш. Три упаковки. Это 12 мая. Но я всё равно их заморожу. В любом случае. Я думаю, цена хорошая. Возьмём там подальше. Она более прохладная. Тоже до 12 мая. В общем, три упаковочки берём. А ещё нам надо свиные рёбра. Возьмём сейчас. Где-где-где-где? Где наши рёбра? Вот это вот, получается, такие здесь. Ну, что-то они прям очень сильно с салом не подходят. Получается, даже вот говядину здесь выгоднее всего брать. 5,50 за паунд. Можно заморозить лишнее. В общем, хороший вопрос, что брать. Я, кстати, не умею готовить такие рёбра. Ну, я думаю, это очень вкусно. Такую свинину, наверное, можно порезать на отбивнушки. Два таких кусочка. Стоят 15 долларов. По 2,99 за паунд. Вообще очень хорошая цена. А это вообще 1,99. Супер выгодно выходит. Смотрите. По 2,59 за паунд. 17 долларов. На косточке свинина. Интересно, чем отличается эта часть от этой? Я бы вот такое что-то купила. Порезала бы. Можно было потом отбивные делать. Ладно. Смотрим. А такие куски, это что у нас? Говядина, да? Да. По 3,39 за паунд. Тоже хорошая цена. Это хвостик, наверное, да? Рубленный. Я думаю, что надо взять вот такую свинину. Эту говядину. Это по 9,99 за паунд дороже. Нарезанная по 4,49. Ну, здесь, наверное, вообще такая сборная солянка из кусочков. Все-таки, наверное, вот такую бы взять. На жиркое. Давайте возьмем 26 долларов, конечно. Или тут жира много. В общем, я не специалист в мясе, если честно. Вот говяжьи ребра. Смотрите, 12,79 за паунд. Почти 200 долларов стоит такая упаковка. Это у нас стейки. А вот такие по 16,29. Вау. Я решила взять вот такое мясо. Здесь не так много жира. Заморожим. Сделаем это жаркое. Или гуляш просто. Мы еще приехали за курицей. Здесь вот полки пустые. Но вон стоят красавицы. Сейчас их выставят на полку с пылу с жару. Возьмем. Да? Сейчас все поломано. Возьмем курочку здесь. А пока пойдем в этот ряд. Здесь у нас сырочки. Вот мне нужен был канадский бекон. Возьмем. 11 долларов стоят. Две упаковки здесь. На бутербродике детям в школу. А здесь вот такая прекрасная витрина. Это манго салиса. Такие фасованные авокадо. Этот, так он называется. Ой, вылетело. Гвакамоле. Вот. И говядина. 11,49 за паунд. Получается, скидку делают. Я, кстати, не знаю, вкусное это мясо или нет. Не хочу, чтобы пересоленное было. От 13,59 стоит гвакамоле. И манго сальса стоит 7,99. Смотрите, памперсы. Значит, первый размер стоит 35 долларов по скидке. А четвертый размер 42 доллара. 174 штуки там и 192 здесь. Я уже забыла даже, сколько памперсы стоят. Вообще, цены, конечно, космос. Подготавливаюсь, подготавливаюсь. Вон двоечка размер. Например, нам, кстати, Хагис не подошли ни с одним ребенком. Так, ну что, Саша, арбуз? Арбуз, как я хотел. Я, конечно, не знаю. Вкусные арбузы здесь? Тоже разных фирм. Вот есть Кит Чойс, который мы в прошлый раз не взяли. И какой-то еще. Сашенька, я не могу взять арбуз. Я не разбираюсь в них. Пусть папа потом возьмет, выберет. Хорошо? Знаешь, что нам надо? Нам что-то надо с этого ряда. Сейчас посмотрим. Тебе что жалко меня? А? Тебе что жалко меня? Жалко что? Меня. В смысле тебя жалко? А ты о чем? А потому что, что ты мне покупаешь вкусняшки. Я же купила. Где? Сейчас дойдем еще до всех вкусняшек. Сашка, не расстраивайся. Все хорошо. Вот, я вспомнила. Нам нужны такие салфеточки тоненькие. Хочу взять такие клинекс салфеточки. Мы были у друзей. И они на стол их ставят. И деткам очень удобно брать. Потому что своим я купила такие плотные салфетки. И очень быстро они израсходуются. А нам как раз вот ротик вытирать, когда кушают, будет удобно такими тоненькими салфеточками. В каждой упаковке по 230 штук. Очень надолго хватит. Стоит 21 доллар 50 центов. Такие интересные раскраски. Также возьмем кейс воды. 3,99 стоит такой кейс. Здесь 40 бутылок. Очень удобно с собой машину брать. Сашенька, ты на что облизуешься? Да яблочный сок. Я там увидел в конце. Да. Что, какой взять? Такой взять? Можно вот такой? Мне кажется, вот этот как Макдональдс, нет? Нет. Он не такой сладкий. Давай возьмем по баллу его с ребятки. Яблочный сок такой. 11,99. Здесь 36 упаковочек. Вот такой Макдональдс. Ага, вот такой. Возьмем такой. Точно такой. Он не такой сладкий, что очень хорошо. 12,89 стоит. Берем такой. А мы с папой любим такой V8. По скидке сейчас 12,79. Возьмем нам упаковочку томатного сока. Хотела по-быстренькому закупиться, а оказалось, как всегда, понабирали. Так, сейчас надо посмотреть тетики консервы. Может быть, здесь будет выжать на тетики консервы брать? Да. Так, вот есть кошачьи консервы. А нам вот такие вот нужны. Только для собак есть. Смотрю, только для котиков. А где же для собачек дальше, наверное? Пойдем посмотрим. Должны же быть для собачек тоже консервы. Теперь я должен тоже облатываться. Да. Ой, какие-то собачки. Что у нас для собачек? Всякие такие вкусняшки погрызть. А консервов я не вижу. Неужели нету? Должны же быть. Нет. Слушай, так интересно. Реально нету консервов для собачек. Так, Саша уболтал меня чипсы взять. Давайте возьмем такую упаковку. 19,99. Здесь 54 пакетика. Нашла я консервы для собак. Но здесь такие огромные банки. Нам такие не подходят. Мне нужны маленькие, как мы в Ауди берем для нашего тетики. Так что все. Давай тогда, Сашенька, йогурты. Давай. Никогда не брала в Костка пиццу. Но предлагаю в этот раз взять вот такую сырную. Четыре тут штуки их. Не знаю. Заценят они, не заценят. Ой, мамочки. Чуть не упала упаковка с рук. 12 долларов. Четыре пиццинки. Саша, это пицца с сыром. Пицца с сыром? Да. Моя любимая. Ты любишь, да, сыром? Да, мы любимые дочь. И йогурты нам нужны. Возьму ребятам вот такие малиновые йогурты. Я думаю, они очень вкусные. Такие не брали никогда в школу. Им на ланчевке. Самой же захотелось. Так вкусно нарисована малинка. И активию возьмем. Активия стоит 11 долларов. Сашенька очень любит с персиком. Получается, у нас Саша есть с персиком, Джейсон есть с ванилой, а Мартюшка есть с клубничкой. Они так поделили. Беру упаковочку активии. Да, представляешь, сколько набрало? Здорово, да? Да, но я должен на одной что-то понести. Ой, я не могу уже эту тележку везти. Какая же она тяжеленная. Просто неуправляемая. Я должен хотя бы чипсу и что-то брать. Да? И сам везти. Окей. На машине повезем, Сашенька. Нереально, одной рукой не могу везти. Вообще тяжеленная. Беру упаковку такого сахара. 10 долларов стоит. А тележку реально уже управлять не могу. Очень она тяжелая. Еле везу. Хочу найти еще чипсики из водорослей. Мне йод нужен. Сейчас будем искать. Смотрите, какая красивая бутылочка. 9,39 стоит. Что-то здесь такое необычное. Первый раз вижу. Красота. Так. Вон. Какие-то вижу. Пропали наши Керкланд или есть? Вот они, да? 12 долларов. Все, растут на них цены и растут. Вот прям, что делать? Опять. Опять мы зависли. Придется вот эти брать. Все-таки 9 долларов. И фасована неудобно, что немного в одной упаковке. Сразу давай мне все дома. Все тебе давать? Хочу эти вот эти. Саша все уже хочет. Водоросли. Хочу пиццу. И водоросли, и пиццу, да. И все хочу. Ну да. И чипсы давай, и сок. И чипсы, и сок. Скажи, накупили. Хочу сразу это все дома съесть. Окей. И нам надо в школу для снеков что-то. Кстати, мы блинчики любили здесь с шоколадом. Дети у меня не очень любят это печенье, и я люблю. Ой, ушки. О, я знаю сейчас. Пойду за Сашей. Тяжело тележку везти. И снимать вообще нереально. Сейчас мы печеньки ушки возьмем. Я хочу сделать. Я увидела ленивый рецепт Наполеона. из печенья кушек. И я недалеко убегала. Сашка, тебя везти невозможно. Все, друзья, выключаюсь. Бежим к печенькам. Вот как раз все для снеков. Я беру и вафли, и эти печеньки, и блинчики. И возьму две упаковки печенья кушек таких. Все, набираю. Вафельки берем. Ммм. Вафельки. Блинчики. Такие печеньки. Все очень вкусно. И удобно класть в школу, потому что оно фасованное все. Да? И печеньки ушки берем две упаковки. Одну. Маме это все не довезет. Я даже не знаю, как мы это все сейчас повезем. И вторая упаковка. Сделаем и тортик, и так поедим. Ну все, на кассу едем, Сашенька? Ага. Да? Смотрите, что я увидела. Вот есть вот эти пробиотики, как на выходе стояли. А есть, они даже 25 биллионов. Тут 20. И здесь больше штук. 90 капсул. И стоит 16 долларов. Поэтому надо найти нашу упаковку здесь и поменять. Также нам надо детям от аллергии. Клоретин такой сироп. 16 долларов стоит. Две такие большие упаковки. Очень выгодная цена выходит. Берем. Пришли с Сашенькой в кафетерию. Значит, у нас здесь пицца, хот-дог. Так, всякие напитки. И Саше решили взять по кусочку пиццы с колбаской паперонни. Возьмем две. Вот, будет 4 доллара стоить. Она очень сытная. Так что берем. Смотрите, какой огромный кусок. Моя ладошка. И в два раза больше пицца. Просто огромнейший кусок. Мне кажется, Саня можно было одну на двоих взять. Ну да. Как ее теперь лопать-то? Очень большая. И горячая, да? Ждем. Она вкусная. Ой, Саша довольный. Вот так вот Сашенька приспособился. Приятного аппетита, малыш. Спасибо. Пожалуйста. Очень вкусная. Вкусная, да? Если любите паперони, скажите лайк. Пальчик вверх, да. Поставьте нам за паперони. Пальчик вверх. Приехали мы, значит, в Ауди. И для меня стало открытием, что вот этот хлеб, друзья, особенно вот там внизу, вы не представляете, он весь замороженный. Представляете, они его просто замораживают, оказывается. Бананы вообще по 25 центов. Сто лет такого не было. Так, берем две связки. Берем такую зеленую одну. И, наверное, еще одну тоже. Такой зеленую. О, тут поменьше бананчики. Такие две связочки возьмем. По 4,19 эти арбузы. В чем подвох? Как там папа наш выбирает? Кругленький надо брать. Вот этот возьму. Я читала, что кругленькие, а не сладкие. Давайте попробуем такое за 4 доллара. Рискнем. Потом у нас сейчас малина по скидке. Доллар 99. Взять такую одну упаковочку. Давайте возьмем. Тоже, ребят, побалуем. И нам надо брокколи обязательно. Возьмем брокколи. Давайте возьмем такое брокколи. Грибы. Вот уже, кстати, фаршированные грибочки с артишоком и сыром. 3,99. Огурчики. Маленьких наших нету, любимых. Ага, вот они по доллару 89. Все какое-то у них, друзья, примороженное. Я не знаю, зачем они это делают. Ладно, давайте возьмем в этот раз Один такой огурчик. Хотя он тут, видите. Давайте уберем эту коробку. И смотрите, тадам, какие огромные здесь огурцы. Можете себе представить? Эти и эти. Разве сравнить? Берем два. Гиганты просто. Эти бросим сюда. И коробочку. Так, оставим. Так, что у нас? Морковка у нас есть. Качанчики все наши просят. Ну, ждем сезона. Давайте возьмем этот такой. Мама моя очень их любила. Именно эти ромэннион. Что у нас? Яблоки подешевели? Да. Яблоки немного подешевели. И очень хорошая цена сейчас на мандарины. Возьмем связочку. Тоже, ребятки, у нас всегда фрукты, овощи. Номер один. Яблоки... Смотрите, кстати. Это что у нас за паун, да? Подешевели яблоки. Это радует. Сашенька, не ломать. Не ломать. Ставь на место. Киви. Давайте возьмем киви. А, маленькая такая упаковка. Ладно. Окей. Едем дальше. Картофель нам надо. Вот этот желтенький. Берем такой картофель красивый. Супик сварим. Еще у нас закончилась овсянка. Поэтому овсяночку еще возьмем. Перчики надо взять. Надо, не надо? Авокадо надо. Это точно надо. Причем классно, что они такие уже начали спеть. Возьмем 4 штучки по 49 центов. 4 авокадо возьмем. Очень на сэндвичи вкусно. По скидке помидоры. Давайте такие возьмем. Красивые помидорики. Так, Сашенька. Где у нас овсянка? Гонора в том ряду. Здесь оказались одни чипсы. Поэтому едем в другой ряд. Вот овсянка. Возьму сразу 2. Мы на выходных варим овсяночку. так что быстро она заканчивается. Возьмем 2 баночки. Ой, падает. И вторую. Значит, по 3,59. Мне кажется, подорожала овсянка. Все дорожает, как везде. Поэтому ничего удивительного. В общем, нам еще надо курица, молоко и яйца. На супик. У меня очень хорошо дети едят куриный суп с вермишелькой. Поэтому возьмем. Кстати, молоко подорожало. Помните, в прошлый раз мы были, было по аномально низкой цене по 1,99. Сейчас уже прошла неделя, подорожало. Все, едем за курицей. Возьмем большую упаковочку. Тоже оно почему-то у них все примороженное. Так, есть у нас с костью и кожей. А есть сразу отделенная, без костей. Только куриная грудка, да? Ага, вот есть. Смотрите, сразу цена. 4,60А2. А 2 за паунд 2,99. А это 1,59. Непонятно, что выгоднее. Не знаю, мне кажется, вот это выгоднее. Хотя, ладно, отделю. Возьмем завоз сын-поваров. Не нравится мне, что примороженное уже. Ну, какое есть. Все, нам надо взять яйца и молочко. Также кофеек всегда должен быть в запасе. Берем кофеек. 5 долларов. Саша, по-моему, наша вкусная консервочка для Тетьки была в Лидл, но в Ауди тоже должна какая-то быть. Пойдем поищем. есть, наверное, в этом ряду она. Вот она. Да, здесь есть похожая. Есть, давай, я не знаю, сразу мы вот так отделим сейчас из говядинкой. Тетьки возьмем по 69 центов за штучку. Целую вот такую возьмем. В общем, отделила. Получилось их здесь 15 штучек. Берем. Взяла 2 галлона молока и 3 упаковки яиц. В общем, вот такая закупка у нас получилась. Фрукты, овощи, ягоды, овсянка, молоко, яйца, еда для собаки. Так что едем на кассу и на сегодня шоппинг закончился. Где-то в 400 долларов мы сегодня затарились в Костка и в Алди. Значит, на 77.34 добавился налог и получилось 78 долларов. Да, Сашенька? АВТОМ 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 Я АВТОМ Субтитры сделал DimaTorzok